Алло. Алло, Андрей, привет, доброе утро. Влад. Да, привет, привет, Влад. Моя критика по поводу твоей работы на ТВ сейчас будет актуальна? Да, она вот сейчас как раз и актуальна будет. Сейчас уже все критикуют, звонят? Нет, ты первый. Могу сказать намного лучше, чем у Валуева, хотя у Валуева там далеко не первый эфир. Единственное, что у тебя из недостатков, я бы сказал, надо было быть пободрее, а так было ощущение, что порой ты засыпаешь. А ты когда включил? Я с двух ночи смотрел. А, с двух, да. Ну, мне просто этот Рома предупредил сразу, он говорит, ты уснешь. Я говорю, да не, не, мне интересно, я не уснул. Он говорит, ну, ты чисто эмоционально, говорит, ну, начинаешь, тем интересно, эмоции, а к концу, говорит, начинает, ну... Ну, понятно, там шесть часов работает, это... Да, 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 ему виднее. Ну, да, действительно так и было, я просто думал, что вроде бодрюсь, ну, было на самом деле вообще нелегко это делать, вот это комментаторское, думаешь, что такого, блядь, поболтать и все. Ни фига не легко. Ну, вот единственное, что это чуть-чуть бодрее просто, там, надо было себя вести, там, какую-нибудь глупость, грубо говоря, сказать, чтобы это запоминалось. Да, 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 мне мама тоже написала, все прикольно, говорит, ну, такое ощущение, что ты устал, говорит, и ты такой, ну, вялый был. А так, если по словам, там, по технике, в чему остальному, то оно все нормально, оно не портило впечатление. Ну, отлично, спасибо. Спасибо. Ну, давай так, про Бори, самое главное, для меня было лично Деревянченко из того, что ты комментировал. Ну, да, для меня тоже это было главное. И у меня, я тебе скажу, счет был на записочке 114-114. Какой у тебя был? У меня не было, я потом уже, мы когда там паузу нажимали на рекламу, я этому Роме говорю, блин, не взял этот листок с ручкой, тоже хотел считать. Вот, и, блин, не было. А там в уме, получается, комментируешь, и как бы считать параллельно, ну, я первый раз, у меня тяжело было. Поэтому я даже счет тебе не скажу. Ну, проиграл Деревянченко, он, если честно, он разочаровал. После такого хорошего боя с Головкиным, я, если честно, больше от него ждал. Не получилось у него подойти, очень много стоял на той дистанции, которая для Чарла была удобная. Ну, или Чарла такой молодец, что выстроил бой так, чтобы этот не подошел. Ну, блин, практически ничего. Ну, пару раундов, вот он там взрывался в середине, там, да, где-то, шестой, седьмой или седьмой, восьмой. Ну, видимо, на этот взрыв все силы потратил. Да, раунды, возможно, эти за ним остались, но после них он опять остановился. Просто упомянул в поединках Головкина, у меня вообще есть скандальный результат, тогда получилась победа Деревянченко, а у тебя там уже... Да, 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 у меня тоже победа Деревянченко была. А вот в этом поединке, с чем проблема была главная, Сергей? Запоздалый старт, рассечение или просто там уже там из габарита поменьше и все остальное? Да, ну, конечно, очень сильно сыграла длина рук Чарла, и он очень грамотно этим воспользовался. Ну, блин, на таком уровне боксировать, они все это знали, должны были как бы подготовить тактику, манеру ведения боя. Но я вот не увезел этой тактической работы, которая позволила бы ему выиграть поединок. Ну, по сути, как и в других боях, Деревянченко, главное, о чем напоминается, это характером. Ну, да, да, идет до конца, на характере, дышит, пропускает даже с Головкиным, с Джейкобсом, там, и нокдауну в самом начале, потом восстанавливается, и силы до конца есть. Но остроты такой нет, у него монотонно, вперед, 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 в одном режиме, в одном темпе. Ну, накрутирующего удара, само собой, нет, если только работает, заберет. Да, да, чисто забирать работает, но вот на эту ставку, я думаю, он и сделает на это, и будет постоянно вплотную прижат к Чарлу, и будет бить, бить, бить. А у него это практически не получалось, и он вроде хотел, начинает движение, тот его встречает, он останавливается, и Чарлу с дистанцией, со своей, с удобной для себя дистанцией, начинает его разбирать. А Деревянченко, на тот взгляд, остается, так сказать, в пуле топ своего дивизиона, в среднем весе, несмотря на поражение? Ну, больше да, чем нет. Сейчас, следующий, после того, как считает Головкиным за чемпионский, после этого ему сразу такой шанс дают здесь за чемпионский, я думаю, сейчас такого не повторится. Вот, или, или ему дадут почувствовать победу, какой-то проходной бой, если там на него большие кланы, вот, и потом опять выведут. Или сейчас будут его подводить под топовых бойцов, с учетом того, что, ну, как бы, я не скажу, что он суперзрелищный, но нескучный боец, и будут подсовывать его топом. Не скучный, и никому с ним легко не было. В этом еще вечере, вот, этот бой, канал Боя не показал, в Ахрам Мортозалиев наш дрался, в случае у тебя не было возможности, там, технической, там, как-то... Не знаю, как он отбоксировал? Победа техническим нокаутом в четвертом раунде. А, красавчик. Из этого боксерского вечера тебе еще что-нибудь запомнилось, кроме замечательной надписи о Луи Саннери на поясе? Слушай, да нет, на самом деле, скучновато было, вот, да, вторая половина, когда второй Чарло боксировал первые два поединка, такие, какие-то монотонные, легковесые, без остроты как-то... Да и сам Чарло, вот, второй, который боксировал, тоже вначале как-то, если честно, не скучновато было. Так, понятно. Ну, и вот, бой, который был до твоего вечера, это Мэрис Бридис и Винер Дортикос, вот этот поединок посмотрел, который ты разбирал. Да, 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 да. Ну, вот, давай свидетель, что ты, так сказать, из того, что ты разбирал, из того, что ты увидел, насколько оно совпало. Ну, смотри, один вышел ударить, а другой вышел боксировать. И в итоге Дортикос был тупо заряжен на один удар, что вот сейчас я попаду и выиграю. А Бридис вышел боксировать и движения, и комбинации. Ну, вообще, прям по школе просто разобрал и не дал ему ничего сделать. Мои ожидания вообще не оправдались. И, на самом деле, Бридис большой молодец. Он сделал все очень грамотно и прямо без каких-либо нареканий разобрал его без шансов на победу. Двенадцати раундовые бои, которые ты видел у себя, эти вот эти, Луис Нерри и кто там еще, Хван Паблоф Паяна, кажется, подрались в этих двух боях. А вот здесь вот тоже двенадцать раундов, и вот это было точно так же, в кавычках, зрелищно, на твой взгляд, Бридис и Дортикос? Нет, мне вот этот бой был намного интересен, чем вот эти Паяна и все остальные. Потому что, если там было какое-то уныние со стороны обоих боксеров, да, то Бридис и Дортикос здесь, Бридис боксировал. И было интересно смотреть, как он справится с тем, чтобы не дать по себе ударить. То есть, как он построит этот бой, мне вот, ну, за этим было интересно посмотреть. И, несмотря на то, что Дортикос там ни разу не ударил, в итоге точно и плотно, я уже, как бы, больше за Бридис начал болеть. Интересно было, как он все это доведет до конца. Напрашивается ли в этом дивизионе, скажем, третий сезон всемирной боксерской суперсерии, или это уже не актуально? Думаю, сейчас не актуально. Может, через год, через два, когда кто-нибудь зайдет в этот вес или спустится, может быть. Сейчас, я думаю, сейчас нет. А если так судить по крайним боям Бридиса и Макабу, ты бы кого поставил бы выше? Ну, судя по, если брать просчет, допустим, по два последних боя, и того, и другого, наверное, Макабу, если честно. Который победил Чеслика и Папина, у него два последних боя, если честно. Да, да. Бои зрелищные, ну, и технические интересные, и по выносливости, и по накалу. Я бы, наверное, предпочтение Макабу отдал. Хорошо, и тогда еще о твоем поединке. Я нигде не нашел ни имя твоего соперника, может быть, Денис это имя, но я сомневаюсь. Ни вот Бокстрик, я даже не сумел найти его по поиску. Кто это такой, где он живет, и вот как ты на него попал? Англичанин, Гран Денис. Я скину тебе эту страницу ссылку. У него 15 побед, 2 поражения. Довольно-таки, как бы, неплохой, ну, и ничего там сверхъестественного нет. Вот, но, так, такой неплохой середнячок, я так скажу. Вот, у меня же до этого я с ним должен был в Минске, вот я тогда боксировал, должен был боксировать за их, без Англии, и мне вот в последний момент замену дали. Этого украинца пришлось с ним боксировать, а сейчас вроде бы все складывается нормально. Кстати, по поведенку с украинцем, я впервые видел, как ты не успевал и промахивался. Ну, по скорости он там переигрывал. Я же там второй-третий раунд, ты зури почесал. Слушай, я залился водой, я первый раз в жизни гонял вес с помощью воды, я согнал. Но потом, я всегда после боев, ну, килограмм-полтора, как бы, ну, я много не гоняю, набирал килограмм-полтора, там, два максимума вообще. А здесь я килограмм-шесть набрал чистой воды, я залился, я был очень медленный. Вот, и это один, ну, основной момент. Плюс у нас изначально до боя был, по тактике с тренером разговаривали, что первый раунд я активно работаю. Вот, ну, мы смотрели, он говорит, он будет неудобный вторым номером, а длиннее руки, и говорит, ну, нужно найти свою дистанцию. Мне вот, прямо вот дословно слова тренера, первый раунд, говорит, ты работаешь активно, второй-третий даешь ему поработать, прочувствуешь дистанцию, и там сам поймешь, а дальше как получится. Ну, вот, первый я что-то пошел, второй-третий, и, ну, и ему дало поработать, и сам медленный был, и нифига не получилось. Ну, потом решил поактивнее опять взорваться, вот, и закончил. Выдохнул так с облегчением, когда ему попало под пояс? Слушай, ну, да, выдохнул, я потому что понимал, ну, и подготовка была вообще неполноценная, и не под это готовились, и залился я. А, то есть, после взвешивания, в день боя, ну, там раскидывались, когда на лапах мне даже тренер говорит, блядь, ты че какой-нибудь... Вот, ну, реально, я чувствовал себя ужасно, ужасно чувствовал, вот из-за этой водяной вся гонки, я первый раз это сделал, и больше этого делать не буду. Вот, если брать предыдущий бой, когда я с Устархановым сбросил за счет диеты, и на следующий день я набрал всего 1,3 кг, то есть я остался сухой, мышцы быстрые, и... Ну, абсолютно другой поединок был. Да. Поэтому сейчас, сейчас вот я подхожу так же, за счет диеты гоняй вес, после взвешивания я много не наберу, буду быстрый, сильный, и порву этого. Я нашел его профиль на бокс-рексе, 15 побед с нокаутом, последний соперник вообще эпический, был 69 поражений. Да, 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 это вообще кошмар. Я сегодня посмотрел, сегодня еще Тони Йоков, тяжеловес дрался, какой у него наглый послужной список у этого Йоки, все соперники с положительным списком, ни одного нет поражений больше, чем побед, вот наглый молодой вперед. Ну, а толку от этого, ты в рейтинге с ними не расти не будешь. Я уронил в четвертом раунде этого украинца, и в итоге упал на две позиции в рейтинге, и максимум нужны такие бои. Я же, когда мне предложили замену, я когда посмотрел, я говорю, я не буду с ним боксировать, я же отказывался от боя, мне просто по условиям, по гонорару, как бы все условия оставили, которые должны были за англичанина, как бы, ну, из-за этого я боксировал. А так я знал, что даже если я выигрываю досрочно, что мне это в плюс не скажется. Ну, так и получилось, я после поединка, я считаю, что срочная победа нокаутом, я на две позиции в рейтинге падаю. Это нафиг это вообще, кому надо. Ну что ж, Андрей, желаете там подняться за ближайшие две недели обратно? Да, так и будет. Так и будет. Ладно, давай, спасибо большое тебе за комментарии по боксерскому вечеру и за сегодняшний разговор. Как всегда, было приятно. Тебе спасибо, приятно слышать тебя. Удачи. До свидания, пока. Пока.